На первый взгляд странная строка под названием «Подогрев воды» появилась в квитанциях за уплату коммунальных услуг. Ее, в своем счете, Алена обнаружила только в этом месяце. Услуга, само собой, платная. Что это такое? Откуда строка взяла такая? Были очень удивлены, и причем удивлены-то потому, что идет из горячего крана, если можете посмотреть, вода холодная. Какой подогрев воды? О чем идет речь? Мы, как потребители, вообще не в курсе. Подогрев воды. Эта новая строка в квитанции вызвала много недоумения среди жителей Северодвинска. В интернете по этому поводу появилось немало саркастических шуток. Самое популярное из них выглядит примерно так. Берем стакан, наливаем в него холодную воду, опускаем кипятильник и ждем примерно 5 минут. И вот, горячая вода готова. Можно идти мыться. А вот цены за эту услугу отнюдь не шуточные. В том же интернете люди рассказывают, стоимость доходит до 1000 рублей. Жители постоянно жалуются, воду приходится прогонять по полчаса, чтобы она стала теплой. У многих стоят счетчики, это невыгодно. На вопрос, что это, шутка или новая статья расходов, нам ответили в территориальной генерирующей компании. Раньше жильцы платили за единый товар, только за горячую воду. Теперь правительство Российской Федерации обязало областное агентство по тарифам и ценам разделить платеж на два компонента. Первый компонент это теплоноситель. И второй компонент это подогрев воды. Это та тепловая энергия, которая расходуется на ТЭЦ для подогрева холодной воды до нормативных показателей. То есть поменялось только название, и оно не должно ударить по кошельку жильцов, говорят энергетики. Другой вопрос, остались ли прежние нормативы на горячую воду, ведь из крана все так же течет еле тепленькое. И как мы сможем в дальнейшем с юридической точки зрения доказать, что у нас течет вода не по нормативам, как должно это быть? В любом случае, то есть у нас есть главный нормативный документ в жилосфере, это жилищный кодекс. По нему исполнительным коммунальной услуги по горячему водоснабжению является управляющая компания. Получается, если жильцы недовольны температурой горячей воды, нужно идти в управляющую компанию с заявлением. Если никаких изменений не последует, в суд. Дмитрий Ефимов, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска.